СОЮЗСКИЙ КАЛЕНДАРЬ В памяти перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Именинников мы поздравляем с Днём Ангела. Братья и сёстры, память святителя Иоанна совершалась в ноябре, и тогда мы подробно говорили о жизненном пути святого. Сегодня мы больше времени уделим его труда. Но в двух словах напомню. Жил святитель в IV веке в Антиохии, а затем нёс своё служение в Константинополе. Он является автором огромного количества богословских и аскетических трудов. Также его авторству мы приписываем чин евхаристического канона, божественной литургии, которую совершаем в храмах почти каждый день. Святитель претерпел много скорби и гонений, но Господь укреплял подвижника и подавал ему силы, не покладая рук трудиться на поприще проповеди Слова Божия. О чём писал и проповедовал святитель Иоанн. Перечислять его труды у нас не хватит времени программы, поэтому можно говорить об основных темах. Святой Златоуст вёл полемику с еретиками. Он написал толкование на Ветхий и Новый Завет. У него есть пастырские и их катехизические творения, нравственные, аскетические труды, проповеди, слова и беседы, похвальные слова святым угодникам Божьим. Есть даже автобиографические произведения. Темы, которых касался святитель, тоже были самыми разнообразными. Вот, например, его цитата из беседы о браке. «Послушай Павла, который говорит, «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Так две цели, для которых установлен брак, чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Но главнейшая из этих двух целей – целомудрие. После того, как появилась похоть, введён и брак, пресекающий неумеренность и побуждающий довольствоваться одной женою. О рождении детей, конечно, происходит не от брака, но от слов, сказанных Богом. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это доказывают те, которые, вступив в брак, не делались отцами. Таким образом, главная цель брака – целомудрие. Особенно теперь, когда вся вселенная наполнилась нашим родом. Под целомудрием, конечно же, святитель подразумевает здесь не воздержание супругов друг от друга, а образ любви. Вот что он пишет здесь же. «Как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрёг ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. От целомудрия рождается любовь, а от любви бесчисленное множество благ». Также часто возникает вопрос о том, как помогать нуждающимся, кому нужно жертвовать, а кому нет. Святитель Иоанн оставил нам свои рассуждения и на эту тему. «Как Господь твой, несмотря на то, что премногие оскорбляют Его нечестивыми словами, блудодействуют, крадут, разбойничают, раскапывают могилы и делают множество зла, не прекращает своих ко всем благодеяний, но по своему человеколюбию всем посылает солнечные лучи, дожди и плоды земные. Так поступай и ты. И когда будет время для милости и человеколюбия, облегчай бедность, прекращай голод, избавляй от скорби и ничего больше не разыскивай. Если мы станем исследовать образ жизни нуждающихся, то не окажем милости ни одному человеку, но из-за такой неуместной пытливости останемся бесплодными, никому не подадим помощи и будем трудиться без всякой пользы и напрасно. Поэтому прошу вас, оставив эту неуместную пытливость, подавайте милостыню всем нуждающимся и делайте это с великой щедростью, чтобы и нам самим удостоиться в тот день будущего суда великой милости и снисхождения от Бога, которое и дополучим всем мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, это не строгое и прямое указание. Слова святителя Иоанна мы тоже должны применять небуквально. В наше время, когда некоторые попрошайки являются членами совершенно определенных преступных группировок, нам надо быть аккуратными и вспоминать слова другого древнего христианского памятника Дидахе, учения 12 апостолов. «Пусть запотеет милостыня Твоя в руках Твоих, прежде чем Ты узнаешь, кому даешь». Во всем нужна золотая середина. Давайте поищем еще чего-нибудь особенно полезного в трудах святителя. Если мы обратимся к слову Иоанна Златоуста о сокрушении, то мы найдем много полезного для подготовки к таинству исповеди. Когда мы помыслим о множестве прежних грехов своих, тогда познаем чрезмерность милости Божией, тогда преклоним голову, тогда смиримся, потому что чем более тяжкие грехи, в которых мы виновны, тем более мы будем сокрушаться. Так Павел вспоминал и о прежних грехах своих, а мы не хотим вспоминать и о соделанных нами после крещения, угрожающих опасностью и подвергающих нас ответственности за них. Но если когда и придет у нас мысль о каком-либо таком грехе, мы тотчас устраняем ее и не хотим опечалить душу воспоминанием о нем и на краткое время. А от этой бесполезной нежности происходит для нас множество зол, потому что находясь в таком состоянии самодовольства и изнеженности, мы не можем и исповедаться в прежних грехах своих. Как это возможно, когда мы приучаем себя не допускать и воспоминания о них? Продолжение следует...